Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня в немецком Аберсдорфе двумя гонками с общего старта возобновится лыжная многодневка турдески. Напомню это будет третья гонка как для мужчин, так и для женщин. О мужском мастарте свободным стилем на 15 километров я вам рассказал в предыдущем ролике. Гонка только что началась и это отличный шанс для Александра Большунова в свой день рождения преподнести подарок как самому себе так и нам, огромной армии поклонников лыжного спорта. У него сегодня юбилей, ему исполнилось 25 лет. В этом видео рассказ о женской гонке с общего старта на 10 километров свободным стилем. Мастарт начнется в 17.25 по Москве и пройдет в прямой трансляции на телеканалах Матч ТВ и Евроспорт. Вот какие стартовые номера получили лыжницы, они же соответствуют месту занимаемому спортсменками в общем зачете турдески. Сначала о наших спортсменках. Четвертый номер у нашего лидера Натальи Непряевой, которая небезосновательно считается одной из главных претенденток на место в тройке по итогам тура. Татьяна Сорина получила 12-й стартовый номер и мы в отсутствии Юлии Ступак очень хотели бы рассчитывать на помощь Непряевой именно со стороны Татьяны. Которая в отсутствии Терезы Яхаук может зацепиться за пилотоном сильнейших лыжниц и там уже работать по самочувствию и погодной обстановке. А вот она как раз сегодня может преподнести сюрпризы в плане работы лыж. Здесь как лотерея. В Эберсдорфе, напомню, сейчас около плюс 5 градусов. 22-й номер у Яны Кирпиченко, которая не слишком тяготеет к коньковому стилю. 33-й, 40-й, 43-й и 58-й номера у Екатерины Смирновой, Анастасии Рыгалиной, Лилии Васильевой и Христины Мацокиной. Первая тройка стартового листа это финка Керту Нисканин, американка Джессика Диггинс, считающаяся главной претенденткой на победу в гонке, а также норвежка Матильда Мирвелл. Шведки Эба Андерсон и Фрида Карлсон под шестым и девятым номерами. Финка Кристо Пермикоски восьмая. Норвежки Тирели и Хайди Венг под десятым и девятнадцатым номерами. Желаем успеха всем нашим девушкам. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат. Продолжение следует...